КЛАЙТОН Да, Амиши даже не догадывается, что сейчас произойдёт. Ну, а вот Клейтон знает, поэтому он и наполняет вёдра водой из этого шланга, и далеко его убирать не будет. Итак, у нас здесь где-то 35 галлонов воды. И это на тот случай, если тут ни с того ни с сего вдруг произойдёт громадный взрыв в какой-то момент. Привет, ребята, и спасибо, что посмотрели моё последнее видео, где я гоняю на своём го-карт по бездорожью. Но если вы его не видели, то просто здрасте. Сегодня я покажу вам, почему 30 тысяч оборотов не очень хорошо для вашего движка. Итак, вот моя Дэн Зилла. F-250 1939 года. Дракслики только спереди. Непонятно почему. 351М. Куча всяких наворотов, впускной коллектор, форсунки, поршня, крышка цилиндров. Карп от Холли. Ну и по мелочам. Он довольно быстрый, где-то 400 лошадок. Так что мы делаем? У меня тут... Заглянем-ка внутрь. Ладно, во-первых, короче. Мотор, который тут стоит, подобен маленькой мушке, по сравнению с тем, что я туда поставлю на следующей неделе. Так что мне придётся резать капот, чтобы его уместить. Это будет просто огромный движок, но об этом позже. Около 2000 лошадиных сил. Вот, видите этот камешек? Он будет лежать чуть дальше и давить на педаль газа. И я продемонстрирую, как 30 тысяч оборотов могут быть фатальны. У меня точно нет для вас никаких уловок и хитростей. И вы вряд ли увидите взрыв в 13 килотонн из-под капота, который, знаете, как в фильмах, убьёт всё живое на миль вокруг. А это, конечно, вряд ли произойдёт. Но маленький-маленький шанс всё-таки есть. Итак. А ты, бро, не волнуйся вообще. Главное, камеру крепче и ближе держи. Хорошо. А мы, наверное, увидим вылетающие поршня. Потом должно загореться масло. Всё пойдёт на спад. Потом уйдёт белый дым. А потом уйдёт чёрный дым. После чего ты увидишь коленчатый вал и другие детали, вылетающие тебе в лицо. И вот в этот момент, наверное, можешь отойти немного назад. Но камеру держи близко. И я как бы тебе говорю, камера жут тебя. Ну ты же сказал, что там ничего не будет. А, ну да. Там ничего страшного. Ну, если вдруг заметишь огромную дру у себя в ноге, то, наверное, пора валить. Но я всё-таки позвонил в пожарную часть и предупредил их, что если они там увидят, ну, дым где-то за 13 миль, то ничего страшного. Хорошо? Ну, то есть... Ксёпочку. Ничего такого не произойдёт. Ну что ж, заведём её. Погнали. Друзья, это последний раз, когда этот движок заведётся. Это даже немного грустно, если подумать об этом. Мы больше не услышим этот мотор. Печаль. Ха, да не, шучу. Ты был хорошим траком. О, с полоборота. Как часы. Ладно, достанем аккумулятор. Итак, сейчас или никогда? Газ в пол. Ладно. Ладно. Тон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 Что? Семь цилиндров. Теперь она должна сама взорваться. Мы пошли. Какой-то странный звук. Окей, раун, Вася, раун. Вася, раун. Вася, раун. Вася, раун, Вася, раун. Вася, раун. Ему хана. Вася, раун, Вася, раун. Вася, раун. Вася, раун, Вася, раун. Ей просто нужно остыть чуть-чуть. О, у нас тут где-то 451 градус по Франгейту. Пусть остынет. И попробуем снова. С ним всё в порядке. Ведь я даже ничего и не сделал, ты ему. Вот вам лайфхак номер два. Если закончат антифриз, нуль там тассол, июль месяц, ваша тачка перегревается, вы едете по тропам в горах, везёте свой кэмпер-трейлер, то хороший способ охладить движок, это быстрое ведро воды. Это так очевидно, но почему-то люди не задумываются об этом. Я думаю, из всех, кого я знаю, только я так делаю. Мотору от этого сильно хуже не становится. Но у меня проблем точно не было. Чуть-чуть охлаждаете. Главное, карбюратор не залить. А что это там кипит как будто? Что это? О, это вода стекает к масляному поддону. Это дно масляного поддона такое горячее? Я думаю, я сжёг всё масло, которое там было. О, да. Вот это жар! Вот это жар! Давай-ка быстрее заведём его. Я как будто фритюрница в Макдональдсе в четверг вечером. Давай. Ну, не знаю, ребята. Она пытается? Пытается. По крайней мере, крутые биты послушаем. Цилиндры 1, 2 и 8 дают хороший звук. Последний раз этот трак поёт свою песню. Иди сними там, под капотом. Я слышу, как цилиндры, то есть поршня там, пытаются двигаться. Ты думаешь, ему ещё жарко? Думаю, нет. Ладно, хорошо. Тут жарко. Тут очень жарко. Просто огонь. Так, значит, вода попала вон туда, колпак бок цилиндров, и попала в масляный поддон, и начала шипеть там внизу. Чёрт, там просто всё кипит. Выплесни последнее, прямо в карбюратор. Прямо в карп. О, слушай, слушай. Вот оно. Внутри масляного поддона. Залью прямо в дыру. Послушай это. Никогда такого не слышал. Прямень соскользует. А жум прямо нарастает. Да. Я прям слышу, как там что-то сильно щёлкает. Может, это попкорн? Я думаю, это остатки масла, они очень горячие, вода попадает на них. Смотри. А, пар выходит. И тут тоже. Единственное, что меня заботит, так это, как я завтра на работу попаду. Ну что, заводим? Послушай это. Святые угодники, он ещё кипит. Может, попробуем с очистителем карбюратора? Да, давай попробуем. Принеси его. Давай. Давай. Итак, ребятки, значит... Вот и всё, что осталось. Идём дальше. Она была хорошим траком. И он много для меня, значит... Ну, вы даёте. Не, на самом деле, значил. Но новый движок уже в пути. Так что всё норм. Я ничего не мог сделать, чтобы это остановить. Рано или поздно это должно было произойти. Я проснулся, лежал, смотрел в потолок и такой... Что-то сегодня взорвётся. Что ж, в ближайшее время вы этот трак не увидите. Мы отвезём его в Мичиган. И Диэнди Пати поработает над ним. И у него большой... Да чего уж там. Огромный. Очень огромный и суперогромный бигблок для этого трака. Так что вот тут вырежем, чтобы он поместился. И не ради внешнего вида, а просто, чтобы он полез туда. Ну, а потом тут будем, знаете, накидывать всасывающий коллектор. А потом будет суперчарджер. А потом будет турбо... Турбо-чарджер. Над всем этим ещё один впускной коллектор. И ещё один суперчарджер. А потом карбы. А потом второй слой карбов. А потом пускную трубу. С этими крутящимися штучками. Сверху ещё одна. И плюс один суперчарджер. И плюс ещё турбо-чарджер с воздухозаборником и карбом над всем этим. Так что где-то 5-6 метров вверх, вроде. Плюс кабеля, всякие провода там. А потом будет 16 уровней свечей зажигания. Ну, в общем, вы поняли. Спасибо за просмотр, ребята. И спокойная ночь. Что с бардак? Так, теперь нам надо как-то дотолкать его до амбара. Эй, заведи Фрэнка. Возьми Фрэнка и три дюра Макса. Багги. Квадрик. И, конечно же, додж. Экскаватор. Всё, заводи. Нам всё это понадобится. Короче, мы решили его закопать прямо в поле. Какой ещё мотор? Жги его. Закапывай. Нахрен всё. Субтитры сделал DimaTorzok.